Так мы с вами начнем сейчас беседовать на очень важную тему. В этом мире, веды говорят, есть самая большая сила, которая только существует. Эта сила называется сила времени. Эта сила действует только одним способом на нас, потому что есть только одна цель в нашей жизни. В нашей жизни есть только одна цель. И эта цель заключается в том, чтобы мы стали лучше, чтобы мы развивались. Для этого время старит наше тело. Оно всегда старит наше тело. Некоторые люди говорят, надо делать вот это, и ты вечно будешь жить. Замечательно. Но в этом мире нет силы сильнее времени. Если этот стол оставить здесь на 300 лет, подойти к нему, дотронуться, он рассыпется сам. И не надо ничего делать, его даже бактерии не будут есть. Он просто рассыпется все равно, потому что он станет старым. Понимаете? То есть в этом мире время старит все, что имеет материю. Мы знаем, что есть период распада атома. Даже атом распадается со временем. И выделяется огромная энергия из этого распада. Мы знаем об этом. Из физики. Интересно знать, что так же время влияет и на психическое тело человека. Но оно не старит, психическое тело. Психика не стареет человека. Когда ребенок человек маленький, то время выводит изнутри судьбы только самое лучшее. Поэтому ребенок излучает огромное количество счастья. Фактически, по этому излучению количества счастья его можно сравнить с святым человеком. Если вы хотите понять, как выглядит святой человек, что он излучает, это может понять мать, которая родила ребенка. Когда она смотрит на своего ребенка, она видит столько счастья, потому что она видит в нем душу. Время на него в это время не действует, на его психику. Не выводит оттуда никакие трудности. Оно выводит только счастье из этого ребенка. И поэтому все любят маленьких детей. И мать на всю жизнь запоминает это счастье, эту душу, которую она как к душе относится к своему ребенку. Можно и в муже также видеть самое лучшее. Но для этого надо трудиться своей душой. Это уже просто так ты не увидишь. Подарки только материалам дают Бог, когда они рождают детей. Другие мы не сможем. Также любовь, когда мужчина и женщина любят друг друга. Они видят чистоту друг в друге. Только чистоту человек может любить. Больше ничего невозможно любить в этом мире. Но надо к этому правильно относиться. Почему мы ругаемся? Столько чистоты видели, поженились, начали ругаться. Потому что мы не знаем, как правильно к этому относиться. Мы не знаем, что такое служение. Мы хотим пользоваться этой энергией любви. Надо наоборот пытаться прощать, херпеть, отдавать себя. И тогда любовь сохранится на всю жизнь. Она другое качество приобретет. Смотрю в тебя, как в зеркалах, как в самоотражении. И вижу в нем любовь мою и думаю о ней. Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении. Любовь бывает долголью, а жизнь еще длиннее. Когда любовь бывает долголью, когда мы не видим мелкого в зеркальном отражении, не ругаемся по пустякам, не ссоримся, а стараемся служить, заботиться друг о друге. Время на маленького ребенка действует так, что вызывает изнутри только одно счастье выходит. Но когда человек становится взрослее со временем, с каждым днем все больше испытаний выходит изнутри. И у человека в возрасте в единицу времени очень много испытаний выходит. В результате влияния времени так действует время. Зачем оно так делает? А чтобы мы развивались. Не просто так дана человеческая жизнь нам. Мы должны становиться лучше. И поэтому нам Бог дает больше испытаний с каждым днем. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...